Всем привет! Хочу поделиться с вами силой мысли, насколько это реально и как это работает. Действительно это работает, поверьте мне. Я на своем опыте убеждаюсь в этом всю жизнь, всю свою жизнь. Дело в том, что почти 7 лет назад мы с мужем слетали в Турцию. Я впервые побывала на море, когда мне было 25 лет. И то это только благодаря тому, что в один прекрасный день я просто... Я работала в авиаагентстве, продавала билеты на самолет, и люди постоянно летали в разные страны. А я все сидела и сидела годами, там 6 лет, и думала, когда же я полечу. И в общем, так получилось, что я в кредит взяла, я психанула и сказала, что такое, мне 25 лет, я ни разу на море даже не была. И купила путевку в кредит, и мы полетели в Турцию. И все, меня там переклинило. И я помню, что когда мы вернулись обратно, я еду в такси, вот в Казахстане, в своем городе, где я жила, Петропавловск. И еду в такси, прощаюсь с городом, вот просто прощаюсь. И твердо решила, вот как с таким намерением, я здесь жить не буду, я буду жить за границей. И вот настолько я хорошо этот момент запомнила, потому что он был решающий. Вот настолько я вот, не то, что я хотела сильно, а вот просто я решила точно, не важно как и где, но я буду жить за границей. Не важно, что нет денег там. Просто вот не важно, все. Я просто решила, и все, так и будет. И, как говорит Зеланд, вот я начиталась его, это трансерфинг реальности, что двери сами начнут открываться. Нужно просто идти к цели, и все, и двери сами откроются. И действительно, мой муж подавал заявки на гринкарту, два раза мы не выигрывали. Ну, именно вот после этой установки, я не знаю, как выстрелила, ну, то есть через месяц я выиграла, именно моя заявка выиграла гринкарту. Конечно, много скептиков, мой муж в том числе. Когда я ему это рассказала, он говорит, это совпадение, но шансы настолько малы, ну, это же просто, выиграла всего 400 человек. И я оказалась в их числе. Представьте, сколько там людей, сколько тысяч людей подают на гринкарту в Казахстане. В общем, как бы это невероятно не звучало, но это, ну, я уверена, что это сработало именно намерение. Вот очень хочу, чтобы мое видео Вадим Зеланд посмотрел, потому что я его еще тогда не читала, но это у меня сработало. И поэтому я была в восторге после его книги «Трансерфинг реальности. Вершитель своей судьбы». Что действительно у меня это в жизни так работает, во всем. И даже вот недавно интервью на гражданство США, в общем, мы сдали отпечатки. Мы подали там в январе, в конце января. В феврале нас вызвали сдать отпечатки. И мне говорят, ну, все мои знакомые, с кем я дружу, говорят, все, готовься от шести до девяти месяцев, чтобы вызвали на интервью. Я такая, нет, меня это не устраивает, я никого не хочу слушать. У меня будет интервью до июня. И представляете, в мае нам назначают интервью, вот, 14 мая, вот, позавчера я прошла этот тест, чему безумно рада. Это просто, ну, понимаете, ну, и все удивляются. Моя парикмахер, она говорит, как? Мы ждем до сих пор, с августа прошлого года. Мои знакомые ждут с мая прошлого года. А еще одни другие мои друзья с июня прошлого года ждут до сих пор интервью. Вот вы видите, ну, то есть, и не то, что, то есть, никогда не надо слушать разум, который говорит, ой, люди ждут там по девять месяцев. Либо, ой, у тебя нет денег. То есть, разум всегда мешает твоей душе идти к цели. И он всегда говорит, ой, ты что, откуда же у тебя столько денег, там, чтобы попасть в Америку? Ё-моё, мы в Америку поехали, у нас вообще денег нет. То есть, ну, у нас очень было мало, очень. Настолько, что даже в аэропорту вот эти офицеры, молодые парни, когда нас там приняли, они посмеялись. Ну, как бы, ну, они посмеялись, что, ой, у вас с собой только столько денег, ну, типа, а вы еще и кошку привезли. Ну, то есть, настолько, но все в жизни реально. То есть, не надо никогда бояться, понимаете, все наши границы в голове. Вот я всю жизнь в этом убеждаюсь, и с каждым днем все больше и больше. То есть, и настолько вот это намерение работает. То есть, не надо сильно хотеть вот так, хочу, хочу сильно. Нет, это тоже плохо. Это, как говорит Зеланд, повышает потенциал, нарушает равновесные силы, и только хуже от этого. Не нужно хотеть, а именно брать, ну, то есть, а именно делать. Просто идти к цели своей, и все, и все двери сами откроются. Все само собой сложится. Деньги откуда-то сами придут. Никогда не надо зацикливаться и думать о деньгах. Вот серьезно. Вот я никогда не была богатая за всю жизнь, но я считаю, что я внутри очень богата. Поэтому мне везет вот так по жизни, мне всегда везет. Вот мне везет и все. Вот во всем, во всех делах, во всем, даже элементарно. Это намерение так... Вот я после книжки прочитала книжку, решила это тоже испробовать. И захожу в магазин, где всегда кастомер-сервис, всегда очередь. Вот King Supers. Я захожу и думаю, ну-ка попробую применить это намерение Зеланда. И вот сейчас будет мало людей.